Продолжим работу с нашим проектом оживления и открытки поздравительной. И если вы пропустили первую часть по каким-то причинам, вернитесь, посмотрите и сделайте, что мы смогли нарисовать. А сейчас мы открытку соберем из тех объектов, из тех спрайтов, которые нарисовали. Ну, пару слов о том, что мы занимаемся вроде бы как бы творческим программированием, а программирования пока еще даже и не касались. Сейчас в этой части мы немножко попрограммируем даже, но даже то, что мы рисовали, мы делали в определенной последовательности действия. Эта последовательность действия называется алгоритм. Так что, в принципе, первый шаг к программированию мы уже сделали даже на этапе рисования объектов нашей открытки. Ну что ж, давайте ее соберем. Прежде чем приступить к сбору открытки, еще один маленький технический момент, поскольку я работаю на сайте, у меня автоматически все сохраняется, но имя моего проекта достаточно странное. Здесь вот есть пометка «Сохранен». Если кто-то работает в офлайн-редакторе, то, надеюсь, что уже сохраняет свою открытку. Но если не знаете, как сохранять, я под видео размещу ссылку на урок, где я объясняю, как сохранять проект Scratch. Здесь я должна, вот в этом поле, сейчас, для того, чтобы мне удобнее было ориентироваться в своих проектах, название своего проекта написать. Например, я напишу «Живая открытка». И частично я ее уже собрала. Вот сейчас размещу наш фитиль на сцене. Надпись уже стоит вполне удобоварима, но можно немножко вот так вот подвинуть. Теперь у нас есть вот эти вот объекты – фольга, конфетти, серпантин, которые можно расставлять. И вот обратите внимание, когда я их перемещаю, то эти объекты становятся либо выше, либо ниже друг друга. Вот, допустим, я смещу надпись «Год», и серпантин попал под эту надпись. Как теперь быть с тем, что шариков у нас было много, к примеру? Начнем с шариков. Выбираем спрайт «Шар», и, наверное, кто-то догадался, можно просто продублировать. Вот мы продублировали, еще один спрайт у нас появился. Вот цвет нам нужно изменить. Ну, сейчас мы немножечко попрограммируем. Возьмем, выберем первый блок из событий, когда щелкнем по флажку, потому что, когда будут щелкать по флажку, как раз-таки у нас будет начинать выполняться код. И сделаем смену цвета этому спрайту. Чтобы изменить цвет, у нас есть две команды – или «Изменить цвет» в разделе «Внешность», или «Установить эффект цвет». Здесь есть разные другие эффекты, но сейчас нам нужно работать с цветом. Складка «Цвет». Если мы будем изменять цвет, в данном случае на 25, то есть текущий цвет, он будет меняться. Вот я сейчас буду щелкать по этому блоку, и будет меняться цвет. Вот таким образом можно добиться самых разных цветов. Но поскольку я уже много раз щелкала, вот по кругу мы возвращаемся к исходному, либо если мы далеко зашли, то можно нажать на блок «Убрать графический эффект», и мы вернемся к исходному цвету. Это мы пока поэкспериментировали, и нам эта команда еще понадобится. Я пока ее в стороночку так поставлю, но здесь мы сделаем вот так – установить цвет, значение какое-то. Сейчас мы посмотрим, что такое ноль. Ничего не изменилось. Но попробуем, если мы делали «Изменить на 25», значит мы можем сделать, к примеру, например, 30. И щелкнем по флажку. Вот у нас зеленый. Если мы сейчас продублируем этот спрайт, то он уже дублируется. Вот у нас есть шар, шар 2, шар 3. Он опять с исходным цветом, и когда мы выполним, то он будет тоже зеленым. Вот так вот. Мы можем здесь, например, написать не 30, а 50. Нажимаем на флажок. Вот он чуть-чуть более зеленый, поэтому можно сделать больше значения. Подгоняем. Вот, подбираем уже значение. Наверное, здесь все-таки лучше поставим 25. Вот так. Этот более желтый, этот более зеленый. И так далее. То есть размещаем. И можем эти шары, как я уже и показывала, делать больше либо меньше на сцене. И таким образом собрать открытку. Но понятно, что шаров у нас много. Сейчас я отображу снова наш образец. Если все посчитать, то вот так вот трудиться. Ну, в принципе, можно кому нравится вот так расставить. Пожалуйста, можно расставить. Аналогичным образом можно размножить и конфетти, и серпантин, и фольгу. Повернуть. Чтобы повернуть, вот сейчас я на примере серпантина покажу. Вот я продублировала. Вот у нас этот спрайт. Мы выделяем его свойства. Можно повернуть вот прямо здесь. Вот так. Поворачиваем. Один, второй. Только выбираем внимательно те спрайты, которые нам необходимо преобразовывать. Вот так можно повернуть. И точно так же, как я показала, изменить цвет. Мы можем изменять цвет, то есть задать цвет, установить цвет в какое-то другое значение. Например, возьму 100. Вот так. Нажимаем на флажок. Вот у нас этот такой сиреневый, фиолетовый, а этот зелененький. Если я скрою этот спрайт, то вот у нас уже несколько объектов. Еще раз повторю, это все замечательно, но неэффективно. Вручную так можно делать, и кому хочется собрать свою открытку вручную, можно, в принципе, так и продолжить. Я же в следующей части нашего урока покажу, как это сделать программно. И при этом потом нам будет очень легко какие-то элементы анимировать и дополнительные спецэффекты создать. До встречи в следующей части.